МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Сегодня в центре внимания экспертов программы история развития волонтерского и студотрядовского движения Гомельской области, интересные факты и полезные советы зрителям Беларусь-3. Однако обо всем по порядку, и так мы начинаем, я с удовольствием представлю гостей программы. Первый секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Игорь Завалей. Игорь, добрый день. Рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Секретарь Центрального комитета Общественного объединения Белорусско-республиканский союз молодежи, председатель Центрального совета Общественного объединения Белорусско-республиканская пионерская организация Виктория Минанова. Виктория, здравствуйте. Милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Ветеран студоотрядовского движения, командир стройотряда «Юность», работавшего на целине в 1967 году, Валентин Чепилов. АПЛОДИСМЕНТЫ Валентин Иванович, милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Миссис Беларусь 2014, гомельчанка Юлия Перегудова. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия, милости просим. Рады видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, волонтерство и студоотрядовское движение были определены президентом на 5-м Всебелорусском народном собрании как основное направление, приоритеты в работе с молодежью. Виктория, не так ли? Да, вы правы. На 5-м Всебелорусском народном собрании новый импульс президент придал именно этим двум основным направлениям союза молодежи. И нам очень приятно, что глава государства видит в этом основное направление молодежи. Сегодня студоотрядовское движение важно потому, что именно через труд мы должны воспитывать нашу молодежь. А волонтерское движение – это как образ жизни. И важно сегодня развивать моральные качества и духовно-нравственные качества среди нашей молодежи. И пусть это достаточно традиционное направление в работе с молодежью и в Беларуси в том числе, какое развитие должны получить эти направления в ближайшие несколько лет? Я хочу сказать только по опыту прошлого года. Более 71 тысячи молодых людей было трудоустроено в составе студенческих отрядов по всей стране. И это заслуживает отдельного внимания. Студоотряд – это своего рода команда, это образ жизни, это уже идея, которую необходимо пронести через всю свою жизнь. Среди волонтерских проектов можно выделять массу различных проектов. И Гомельская область тому не исключение. В Гомельской области реализуется масса волонтерских благотворительных мероприятий, которые впоследствии мы берем как положительный опыт работы и на уровне республики предлагаем реализовать новые мероприятия. И все же студоотрядовское движение, насколько отлажен механизм, на что упор в первую очередь делает государство. Благодаря подписанному указу главы государства об организации деятельности студенческих отрядов, сегодня каждый молодой человек имеет возможность найти рабочее место. Было бы желание, это другой вопрос. Начиная с 14 лет можно найти себе применение. И здесь уже можно обратиться в любой территориальный комитет БРСМ, изъявить о своем желании потрудиться в период летних каникул, и не только. Мы сейчас позиционируем и предлагаем ребятам круглогодично заниматься полезным трудом и заработать первый трудовой рубль. Ведь очень важно сейчас дать возможность молодым людям понять, что сразу много денег не заработаешь. Нужно начинать с малого. Сегодня у нас есть по-настоящему уникальная возможность проследить историю становления студотрядовского движения Гомельской области через конкретные судьбы, через конкретные примеры и их невыдуманной истории. Валентин Иванович, давайте вспоминать. 1967 год. Вы в составе студенческого строительного отряда отправляетесь на Целину. Да. И у меня вот есть самый дорогой значок. Там написан какой год? 1967. Вот это год, когда я поехал впервые на студенческий строительный отряд. Это было здорово. Это была Уральская область, Казахстан. Конечно же, это было все в первый раз. Это было... Ну, я не нахожусь сейчас слоя, даже начинаю волноваться, как тогда ехал туда. Но скажу вам такую вещь, что нет ничего, наверное, надежнее, чем вот побыть в коллективе людей, которых ты, в общем-то, и не знал. Это коллектив был с разных факультетов, прочее, прочее. То есть, но ты себя там проверяешь. И себя, и других. Ты себя проверяешь. А будучи комиссаром, ты еще должен где-то и поддержать. Работать там было нелегко. Это достаточно сложные были работы. Теплотрасса там и прочее. Но, скажем, общение там и с людьми, и с местным населением. Надо было навести контакты такие. Тем более, что надо было где-то привнести какую-то свою культуру. Надо было заявить о своей республике. Надо было выступить с концертами. Значит, надо было, ну, я вам скажу, что надо было гореть. Ну, я вам скажу, но, гореть, но руки-то и спина горели от той работы, которую ты делал. Дымок шел, потому что бетон на носилках тогда не было других приспособлений. В общем, это хороший трудовой опыт. Да, это большой трудовой опыт. И все же, чем дышал студотряд в те годы, какая атмосфера царила. Это же ведь не только работа. Конечно. Это же еще и песня у костра, уверен. Конечно. Проехать по этому совхозу Красновский и другим с концертами. Я вам скажу, мы, насколько там мы знали наши белорусские песни, насколько мы там знали и популярные песни, все это получалось. А потом все-таки мы сконцентрировали еще и сумели сделать совместный концерт местных аксакалов там и нас. То есть это настоящая дипломатия. Да. Ну, я вам скажу, что это было здорово. У нас не было, кстати, ни одной драки. Валентин Иванович, если откровенно, по кому или чему с того времени больше всего сегодня скучаете? Вы знаете что? Наверное, по искренности отношений. Это самое главное. Этого иногда не хватает. Дело в том, что тебе могли сказать, независимо от того, кто ты и что ты, что ты есть то, что ты есть. Понимаете? И это было без обиды воспринято. Не кто-то там без обидников, потому что мы вместе кушаем, вместе дышим, вместе работаем, вместе отдыхаем. Сегодня, я хочу сказать, не в укор молодежи. Она более интеллигентная в какой-то мере, и она не хотела бы конфликтов. А без конфликтов, знаете что? Алмаз без резца, грани не наведешь на него, и он не засверкает. Сегодня в студии на Пушкино-8 комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов с 1997 по 2009 год Александр Булсуновский. Александр, добрый день и рад видеть. Чем был интересен тот период времени? Ну, немного до 1997 года была небольшая пауза в студотрядовском движении. И когда образовался Белорусский патриотический союз молодежи, мы, можно сказать, начинали все сначала. Сначала пользовались опытом старших товарищей, изучали различные регионы. Но уже с 1997 года наши отряды, гомельщины, они участвовали в краевых фестивалях Ставрополья. Работали в садах Краснодарского края, работали в садах по уборке черешни. И потом уже дальше продолжали. Мы перешли на Московскую область, работали. И выезжали на БАМ, что было очень приятно, что именно ребята из гомельщины, именно наш Белорусский государственный униситет транспорта, выезжал на строительство железной дороги БАМ и автомобильной также дороги. По времени, проведенному у руля студотрядовского движения области, скучаете? Ну, конечно, я помогаю, и сейчас, если ребята ко мне обращаются... Бывших студотрядовцев не бывает. Не бывает. Двигаемся дальше. Студотрядовское движение сегодня и комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов Дмитрий Сивый. Дмитрий, добрый день, подключайтесь к разговору. Добрый день, приятно, что пригласили в такую дружную, теплую компанию. Конечно, мне находиться среди таких маститых ребят, как Валентин Иванович и Александр, да, и у меня есть чему поучиться у них, но, тем не менее, они мне подсказывают, помогают. И, к слову сказать, с помощью их мы в прошлом году стали лучшим штабом в республике. Есть предложение у штаба. Весь таких вот молодых ребят, как Валентин Иванович, очень много, и их очень много заслуженных наград. Может быть, нам подумать о создании некого уголка студотрядовского движения, комсомольского. Как, Валентин Иванович, вы думаете? Вы знаете, я готов внести лепту сразу же, не отходя от кассы. Мы готовы в музей БУССРАНСЕ, собственно, перенести. Я вам скажу так, что вообще-то, вот когда прозвучало, я вам скажу, что меня сегодня тронуло то, что созвучно, что когда-то было, я не представлял тогда, что это могло такое быть, там, движение, пафос, а оно стало движением, вот как и «Ночные волки». Ну, какое движение? Вот оно, движение есть, ваше. Движение. То есть, ребята, это жизнь. Движение – это жизнь. У нас получается, что у нас создано такое. И действительно, сегодня мы говорим как о каком-то движении. Но сегодня, вы знаете, уже многие уходят из жизни. Многих мы не знаем. Вот я сегодня рассказывал своим товарищам, что первый студенческий строительный отряд, так называемый, пединститута тогда еще, возглавлял Акулич Николай Владимирович, по-моему. Это преподаватель университета. Я думаю, что его внуки не знают об этом. Что он тогда, вот, поехали на эту целину, и даже это, опять-таки, гомельчане там сработали лучше всех, они получили по тем временам телевизор. Валентин Иванович, я так понимаю, вы готовы оказать содействие и Дмитрию, и всему движению? Да, да. Вы сегодня подписались уже и на волонтерство, и на создание музея. Я увидела много новых городов. Мы выбрали свою будущую профессию. В этом году мы едем на новую молодежную стройку. Мы нашли много новых друзей. И свою любовь. Будь с нами приглашает в свои ряды Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Игорь, подключайтесь к разговору. Горячее лето 2016, трудовой семестр в самом разгаре. Отряды каких профилей уже работают и в Гомельской области, и в зарубежье? Ну, на сегодняшний день уже порядка 4 тысяч молодых людей либо отработало, либо работают сейчас в составе студенческих отрядов. И возвращаясь к указу президента о студотрядовском движении, о трудоустройстве молодежи, нас не ставят в рамки именно летней занятости. У нас есть круглогодичные отряды, медицинские, которые работают на протяжении всего года. Сейчас уже на базе Белтелекома функционируют студенческие отряды сервисные, которые занимаются разборкой старого оборудования и распространением продукции Белтелекома. Это их услуг. И все-таки, чтобы людям было понятно, сферы деятельности студенческих отрядов – это, в первую очередь, строительные, сельскохозяйственные. Какие еще? Строительные, сельскохозяйственные, сервисные отряды, потом экологические отряды. Ну, вот такая новая форма. Педагогические отряды. И, к слову, Гомельская область, как уже было сказано, стала лучшей в прошлом году по итогам республики. Я это могу подтвердить. И педагогические отряды именно международного уровня, Гомельский областной комитет, организуется вместе с Курской региональной организацией «Объединенный центр Монолит». Вот уже на протяжении двух лет в этом году, если я не ошибаюсь, будут такие отряды работать. И это очень важно, потому что даже сейчас есть интересы у российской стороны, у ребят, у молодежи поработать в нашем детском центре «Зубрёнок». В нашей гордости. И это очень интересно. И ребятам в том числе. Поэтому этот профиль в том числе и сегодня популярен у молодежи. Игорь, говорить о статистике 2016 года пока, думаю, рано. И всё же, каким был 2015-е? Какое количество ребят удалось трудоустроить в Гомельской области? Ну, у нас всего мы трудоустроили 21 тысяча молодых людей, но из них 6 тысяч – это волонтёры были, и 15 тысяч – это молодые ребята с заработной платой, которым мы дали возможность заработать свой первый рубль. Поэтому эта цифра достаточно внушительная, и она позволила нам стать лучшим областным штабом в 2015 году. Но здесь заслуга не только нашего штаба и отдельных каких-то людей. Здесь, я хочу сказать, что огромное содействие оказывается и со стороны исполнительных властей в поддержке, потому что они прекрасно понимают, что это одна из лучших форм воспитания молодёжи, и оказывают всяческие содействия в поиске этих рабочих мест. Потому что желающих каждый год растёт. Всё больше по некоторым направлениям, насколько знаю, приходится ещё и выбирать, своеобразный кастинг приходится устраивать. Да, да. И поэтому сейчас мы столкнулись с тем уже, что, например, на примере несовершеннолетних – это та категория, которая наиболее сложно трудоустраивается в связи с определёнными причинами. И по трудовому законодательству есть ограничения по рабочему времени, поэтому есть определённые проблемы при их трудоустройстве. Но, я говорю, при поддержке исполнительных властей, мы вот из 15 тысяч, порядка у нас 9 тысяч – это были несовершеннолетние. Это существенная цифра. И это те дети, которые в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе и молодёжь, состоящая на различных видах учёта, которая в том числе перевоспитывается таким методом. И, ну, эта цифра внушительная, и она позволяет говорить о том, что всё, что мы сделали в прошлом году, было в едином русле, и это позволило нам добиться такого результата. Максимальный и минимальный уровень заработной платы бойца студотряда – он какой? Ну, здесь всё зависит от возрастной категории, да, соответственно, мы отталкиваемся от того, куда он может пойти работать. Также медобследование имеет влияние на то, в какой он пойдёт от отрядов. Но основное – это, конечно, в каком-то отряде. Не секрет, что самые прибыльные – это строительные отряды. В прошлом году молодые ребята там получали достаточно существенную заработную плату в размере 7 миллионов. Есть у нас и сельхозотряды. Там у нас преимущественно, конечно, работают несовершеннолетние, потому что там не надо каких-то специальных навыков, и там наименьшее количество ограничений допуска к этим видам работ. Поэтому там зарплата относительно небольшая, она в размере где-то 2 миллионов, но с учётом того, что сколько лет тебе, и что это твой первый рубль, поэтому я думаю, что это достаточно существенная сумма. Сегодня в студии на «Пушкина 8» бойцы студенческих отрядов разных профилей. Интересны ваши мнения и советы зрителям «Беларусь-3». Пожалуйста. Демиденко и Антон, комиссар сельскохозяйственного отряда, ездили на работу за рубеж. Всё, в принципе, понравилось. Об отряде узнал по предложению преподавателей и техникуме. Решил попробовать. Как бы первые деньги, которые я смог заработать сам, без помощи родителей. Вот, в принципе, всё понравилось. Условия понравились. Люди все общительные, новые какие-то знакомства. Когда мы туда приехали, вот тот уровень, с которым нас приняли... Ну, с которым нас приняли... А где вы были? Где работали? Я был в посёлке Сергеевское, около города Коломны. Российская Федерация? Да, да, да. Так как мы хорошо там работали, нам в выходные организовали какие-то экскурсии по Коломне. Ну, в принципе, мне всё понравилось. Я еду уже не первый раз. И этим летом тоже? Тоже собираюсь поехать. Калинчук Юлия, комиссар студенческого отряда «Скорая на помощь». Отряд у нас существует уже около двух лет. Работаем мы в составе выездных бригад «Скорой помощи». Это либо санитары, либо фельдшера. Ну, для студента медицинского вуза огромный опыт, ну, конечно, финансовая поддержка. Очень приятно, что на подстанциях, за которыми мы закреплены, к нам относятся доброжелательно, пытаются научить чему-то новому, показать работу, может быть, с другой стороны. Настоящую, как она есть, да? Да. То есть мы уже видим более жизненные ситуации, то есть подкрепляем наши навыки опытом. Здравствуйте. Головка Екатерина, комиссар студенческого отряда. Вот мы едем в Краснодарский край, ТОПСы, детский лагерь «Орлёнок». Едем туда впервые, много наслышаны, что билеты куплены. Все, готовимся, сидим на сумках, вот через пару дней отъезд. То есть практически мы сейчас в студии и вас провожаем в студотряд. Да, да, вот. Что же привлекает студентов? Море, солнце, песок, желание подзаработать, тем более, когда есть шанс. Ну, как же так говорилось, то, что посиделки у костра, я думаю, дискотеки, все у нас-то впереди. Хорошо, отличных впечатлений, хорошей работы и отдыха. Спасибо. Как бы многим ни показалось странным, сегодня популярны и волонтерские отряды, отряды, в которых за работу не платят. Виктория, попробуйте объяснить, почему. Одним из основных направлений деятельности Белорусского Республиканского Союза молодежи является волонтерское движение «Доброе сердце», так оно у нас называется. И уже на протяжении 7 лет оно успешно реализуется. Почему успешно? Потому что с каждым годом мы видим неравнодушность среди наших молодых людей и желание вступить в отряды. И тем самым интерес к этому движению у молодежи возрастает. В прошлом году мы разделили наше движение на несколько направлений. В первую очередь, социальное волонтерство. Сюда можно отнести огромный перечень мероприятий. Это помощь и детям-инвалидам, детям-сиротам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. В этой связи хотелось бы выделить отдельный проект, визитную карточку нашего движения «Благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя». Цель основная – оказать конкретную адресную материальную помощь тому или иному ребенку, молодому человеку, либо социальному учреждению на базе того региона, где мы проводим такой марафон. Это комплекс мероприятий, кульминацией которого является благотворительный концерт с участием звезд белорусской эстрады, известных людей нашей страны. И все вырученные средства с такого мероприятия идут целенаправленно на дорогостоящую операцию либо на приобретение оборудования, необходимого для дальнейшей жизнедеятельности. Это и спортивное волонтерство, участие наших ребят на крупномасштабных спортивных мероприятиях, которые прошли у нас в стране. Чемпионат мира по хоккею с шайбой, чемпионат Европы по художественной гимнастике, чемпионат Европы по баскетболу 3х3 среди юниоров. Здесь также есть заинтересованность у наших ребят. Это и взаимодействие с религиозными конфессиями, как отдельные направления, и много-много других направлений, которые сегодня популярны среди молодежи. И все-таки волонтеры за свою работу практически ничего не получают, либо, если быть конкретней, не получают в финансовом плане ничего. Как стимулируете на новые дела и проекты? Вы знаете, вот сколько я работаю, общаясь с людьми, встречаясь с коллективами, очень много людей, которые нуждаются в помощи, и на самом деле не меньше людей, которые готовы помочь. И, наверное, первая очередная задача Союза молодежи, нашей организации в рамках волонтерского проекта «Доброе сердце» – чтобы они друг друга нашли. И я вот пример один приведу. Буквально недавно выступал перед аудиторией в Университете имени Францискской Арыны. Студентов порядка ста человек было. Пообщался, рассказал про наши направления, что они могут привнести в организацию. И буквально через пару дней ко мне пришла староста одной из групп, перед тех, которые выступал, и сказала, ну, помогите нам помочь. Помогите нам помочь. Куда нам обратиться? Вот у нас есть группа, да, это общее желание группы. Ее никто никого не заставлял, никуда не загонял. Это группа из 20 человек, которые захотели помогать какому-то детскому дому, приходить на праздники, организовывать эти праздники. То есть желающих людей, людей с добрым сердцем много? Да, и это движение набирает все большие обороты и становится популярнее. Валентин Иванович, а если бы вас пригласили в волонтерский отряд, пошли бы? Знаете, я вот слушаю и честно скажу, как говорят, снимаю шляпу. Это действительно такой порыв душевный, он не может оставить равнодушным. Я вам скажу, что я записался бы в такой же волонтерский отряд. Может бы не столько я там привнес бы, какую он там помыл там полы или там вымыл посуду. Но я бы рассказал бы этой женщине, этому мужчине, который с ними только даже поговорить надо. А это то самое главное. Я не знаю, я чувствую, что я был бы неплохим собеседником, поэтому обратите на меня внимание. Как Игорь сказал, человек, который живет этим. Гомельщина, я хочу сказать, богата на таких людей. Я знаю человека, который живет этим. Среди нас сегодня экспертов. Уверена, Юля подробно расскажет, но я хочу поделиться своими эмоциями при общении с этим человеком. Это образ жизни. Нельзя это направление вписывать в какое-то формальное направление, в формальную работу. Если ты этим не живешь, молодежь тебе не поверит. Да и люди, в принципе, которым нужна помощь, это будет неискренне. Вот то, о чем говорил Валентин Иванович. Искренность важна при общении, в трудовом коллективе, в любом деле искренность важна. И мне кажется, у вас бы получилось даже обучать этой искренности наших молодых людей. Я готов. Я готов всегда. Как пионер. Всегда готов. Мне подсказывают, есть дополнение в тему разговора. С удовольствием представлю гостя программы, руководителя волонтерского клуба «Эдельвейс» Вероню Пирожкову. В 2015-м «Эдельвейс» стал лучшим волонтерским отрядом Беларуси. Здесь должны быть отдельные аплодисменты, не правда ли? Вероника, если серьезно, что считаете основой своего успеха? Это команда? Конечно, волонтерский отряд и успех волонтерского отряда, и результат работы – это, безусловно, работа всей команды. Все зависит от команды, это самое главное. И успех волонтерского отряда, я уже буду брать из личного примера конкретно нашего, только в том, что, наверное, мы видим результат тех реализованных проектов, той работы, которую мы делаем. На сегодняшний день я могу спокойно сказать, что за каждого волонтера, который входит в состав нашего волонтерского отряда, я горда, потому что каждый из них – это ответственный, самодостаточный, образованный человек. С добрым сердцем. Вероника, целевая аудитория ваших проектов, она ограничена определенным учреждением, допустим, либо это совершенно любые сферы деятельности. Конечно, социальные учреждения, которые мы посещаем, и детский дом, и дома-интернаты, и, соответственно, ветераны. Это любимая наша аудитория, да, и детки из неблагополучных семей дома, и дети, которые находятся на домашнем, скажем так, воспитании, но с тяжелым психофизическим развитием. Соответственно, на сегодняшний день самая главная наша цель – это привлечь к волонтерскому движению, я знаю, что у нас это получится, раз нас так много, и мы такие все хорошие, привлечь аудиторию детей, которые состоят в инспекции по делам несовершеннолетних. Проектов очень много, озвучивать не буду, потому что надо их сначала реализовать, показать результат, и только потом о них говорить. О благотворительных акциях и социальных проектах гомельского мотоклуба «Ночные волки» не знают, пожалуй, только ленивые, как зарождалось это движение у нас в регионе, и как развеивались стереотипы. Об этом и многом другом прямо сейчас расскажет гость программы, председатель организации Павел Канин. Добрый день, спасибо большое за приглашение на передачу. Очень актуальная тема, и это тема, в которой мы работаем уже порядка 16 лет. Мотоклуб организовался в Гомеле в 2000-х годах, в начале 2000-м году. Организовалась общественная организация, зарегистрировались, ну и пошло-поехало, как говорится. Сами вы знаете, что стереотип байкера – это антисоциальные элементы, который пришел из западных фильмов, ну и так далее. И с этим приходилось бороться? Что уж тут говорить, приходится бороться иногда и сейчас. Со злом невозможно бороться, бороться со злом можно только так, делая добро. Поэтому, в принципе, мы все нормальные люди, и собравшись, покатавшись на мотоциклах, опять же, опираясь на западную культуру, да, то есть это мотоклубы, это группа людей, которые объединены мотоциклом, вот. Но какая идея? Мотоцикл – это средство передвижения. Но какая идея? Что мы можем сделать, собравшись вместе? И поэтому, если западные мотоклубы могут быть антисоциальными элементами и зарабатывать себе такую репутацию, мы этого делать не хотели. Потому что идея нашего клуба «Ночные волки» – это активный член общества, это патриот своей страны. Поэтому в рамках этого мы и действуем. Мы работаем с молодежью, пытаемся их воспитывать, пытаемся обучать мотоциклам через мотокультуру. Своё волонтёрское дело и у «Миссис Беларусь-2014» гомельчанки Юлии Перегудовой. Юлия, подключайтесь к разговору. Называется ваше волонтёрское дело «Про лайф». Растолкуйте, что же это такое? Это удивительное движение, ну, не только моё, это наше общее дело. Это удивительное движение неравнодушных людей, объединённых в одну единственную цель – рассказать о жизни, сохранить эту жизнь. Это люди разных конфессий, разных профессий, совершенно разных даже, может быть, направлений мышления. Но они действительно все неравнодушны. Чтобы было более понятно зрителям нашей программы, всё-таки конкретно вы занимаетесь сегодня чем? Это волонтёрское движение, направленное против абортов? Да, по данному направлению «Про лайф» много других направлений. Но вы всё-таки больше за эту сферу. Да, но это то, что заставляет мыслить по-другому. В принципе, все акции, они постепенно объединяют людей. Вот мы сидим сейчас в студии, конечно, не показано. Многие из нас знакомы, и вы знаете, когда делается любое мероприятие, даже если не показана часть людей в кадре, в списках, они присутствуют. И созвон иногда для организации происходит и в 12 ночи. И в 11 часов – это вообще нормальное вечернее время, в которое созваниваемся по разным вопросам. Всё делается на личных контактах. На желающих людях. Потому что один в поле не воин, никто из нас. Это действительно силами добровольцев. Всё, что происходит хорошее, только силами добровольцев. Без них ничего бы не было. И движение «Про лайф» – одно из серьёзных направлений движения «Про лайф», потому что я являюсь не только лицом этого движения, но и всеми силами закадрованным человеком. Это введение кризисного консультирования, предабортного консультирования. Это действительно важно. Это уже на сегодняшний день меняет демографическую ситуацию. Юлия, чтобы зрителям нашей программы было более понятно, насколько актуальна проблема абортов для Гомельской области, может быть, есть показательные примеры и цифры в тему разговора? Это не просто показательные цифры. Можно рассказывать многое. Но я, пожалуй, назову одну главную цифру. По Гомельской области, после введения кризисного консультирования, это просто силами добровольцев, просто силами желающих. За год появилось более чем 300 детей. Я так понимаю, активным волонтером стали после победы в национальном конкурсе красоты «Миссис Беларусь-2014». Что за эти годы удалось сделать? Волонтерство было и ранее. Масштабы изменились. Потому что статус обязывает, как минимум? Да, не обязывает. На самом деле, никто из волонтеров не чувствует в этом обязанности. Это искреннее желание и просто зов души. И даже мы экспериментально пробовали с ребятами попытаться сделать перерыв. Недели две проходят, и все. И уже людям не сидится. Уже начинается так. Ну что-то надо делать. Что-то аж вот-вот. Начинаются созвоны. Давайте что-то придумаем. Было и раньше, но масштабы к огромной радости изменились. Многие мысли уже перешли в республиканский масштаб. К огромной радости. Постепенные знакомства. А знакомства, могу сказать, происходят не совсем, вот как вы сказали, на личных контактах. Знакомства происходят глазами. Встреча глазами. Увиделись. Все. После этого происходит разговор, мероприятие. И, ну, наверное, еще очень важны для того, чтобы люди хотели это делать и присоединяться, очень важны результаты. Положительные результаты. А они есть. Поэтому они действительно есть. Акции, возможно, сейчас кого-то обижу и не вспомню какую-либо акцию, но они происходят все время. То есть это обязательные автопробеги в защиту жизни. Это участие, то есть там, где не получается быть организатором и соорганизатором, просто участником можно быть. Это и Дед Мороз летом для детей под тяжелой опекой. Это и постоянная, непрерывная работа с Луковским детским домом для детей с особенностями психофизического развития. Ну и, конечно, не могу не порадоваться еще раз созданию площадки детской из 12 элементов, где сейчас дети играют полностью всем детским домом, независимо от возраста. Это концерт, опять-таки, организованный. Вот вы уже представляли. Список проектов можно продолжать долго, и это здорово. Юлия, насколько знаю, с момента написания заявления до аборта, есть темни у женщины для того, чтобы переосмыслить ситуацию. Лично вам, насколько часто доводится отговаривать женщин, отговаривать семьи, какими мыслями, какими фактами и примерами оперируете? Из-за не совсем профессионального подхода я проводила кризисное консультирование и с посторонними, то есть не только с близкими людьми. Ну, про близких, наверное, не совсем корректно будет говорить. Поэтому указывать цифры, называть, скажем так, слава богу, получается влиять на мнение, особенно мужчин. И это такая категория людей, которые... Да, это действительно так. Практика показывает, что если даже, например, семья уже решила, что данная беременность неуместна, как только папа и дедушка выпили за здоровье будущего внука, шансов прерывать беременность матери просто нет. По поводу цифр. Аргументы подходят все. Но, скажем так, личные аргументы — это уже второй вопрос. То есть, конечно же, пытаюсь всеми силами убеждать, хотя встреча должна быть направлена в основном не на отговаривание, а просто женщина должна изложить свою ситуацию. Она должна понять проблему в целом. Не сиюминутное состояние, а проблему в целом. Она должна сама научиться жить и научиться делать выводы. Примеры статистики в России может чуть-чуть большими цифрами похвастаться, к сожалению, чем мы. У нас в нашем случае, в принципе, уже радуемся тому, что четвертая, каждая четвертая, в среднем пятая беременность сохраняется. Но самые главные аргументы даже для посторонних людей сейчас рассматривается вопрос, возможно, о введении обязательного такого пунктика, как, когда пришла беременная на УЗИ, показать первое сердцебиение ребенка и показать картинку УЗИ. Это позволяет примерно в 70% продолжить жизнь этого ребенка. И пример, еще один пример. Неделя отказа от абортов, когда проводилась в Гомельской области. Но то, что 10 человек однозначно решили не идти на процедуру, уже записанных, это только из фактов. То есть уже 10 человечков, они уже бегают, уже прошло время. Цифра гораздо больше на самом деле. Просто иногда немножечко некорректно лезть в ситуацию. В ситуацию близких лезть некорректно вообще. Но это нужно делать. Кто-то должен делать это все. Итак, сегодня мы мало того, что рассказали о удивительных людях из Гомельской области и Беларуси, людях с большим сердцем, мы затронули два очень важных направления в работе с молодежью. Это студотряды и волонтерство. Уже и мои гости. Время коротких итогов. Игорь, вам слово. Ну, наверное, сегодня на самом деле такой состоялся диалог поколений. Мы услышали очень много мнений. И, наверное, самое главное, мы сегодня узнали, что насколько многогранно волонтерство. То есть, как говорилось, что сегодня неважно, какой ты профессия, неважно, кто ты по духу. Главное, чтобы ты хотел быть волонтером. И на примере сегодняшней передачи диалога поколений мы показали, что каждый может стать волонтером. Главное желание. Виктория. Важно, мне кажется, в любом деле быть неравнодушным. Неважно, будь это студотрядовское движение, волонтерское. Важно быть неравнодушным ко всему, что ты делаешь. Быть профессионалом в любом деле. Что касается наших направлений, успех от нашей работы зависит в том числе и от лидеров нашей организации. Если лидеры нашей организации будут жить тем делом, которое мы все вместе делаем, то тогда будет и результат. И, конечно же, он будет положительным. Иначе никак быть не может. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова